Ну что дорогие друзья, всем еще раз огромнейший привет! Я возвращаюсь к вам, с вами Матрикс и мы посмотрим игру LGD против Absolute Legends! Да, именно так, именно эту игру мы сейчас будем смотреть. Что же я вам хочу интересного рассказать? Хочу вам рассказать интересного, что... Сейчас вот обсуждаем мы здесь между собой стримерами. То, что на данном турнире, конечно же, чаще всего берут Силабера. И я удивлен, что в этой игре Силабера нет ни в пик, ни в бане. Вот это вот очень интересно и забавно, честно признаться. Также хочу отметить, что это пятый матч мой на сегодня. Девятая игра LGD против Absolute Legends. LGD начинают за Radiant и пики на ваших экранах. LGD Tau... Ага, Таобао это спонсор, назвать я его не буду. LGD Xiao8 играет в Furion, капитан китайской команды. Ява, знатный, известный, знакомый нам по предыдущим играм Invoker. Энигма DD на Shadow Shaman, DDC и на Хаос, знаете, никто иной, как Силар. Кэрри, мейн Кэрри команды LGD. Команда Absolute Legends, капитан команды GoDot. Мьюзика, Шторм. GoDot, кстати, играет Рубиком. Винго играет Снупи. На Пудге играет Блик. И Шатан играет на Бруде. Стоя при этом на боттаме. По лайнам. Так. Сейчас я пат соберусь с мыслями. Да, всё. Стоит лайнвард сейчас от Absolute Legends, чтобы видеть происходящее. Тем временем здесь уже отгоняют Шатана назад. Он болтает своей лапкой. Он сейчас начнет нормально бегать, порегениться. И побежит. Ксяо стоит соло. Стоит соло против Пуджа Свингои. В лесу ещё здесь GoDot на пуле. На Миде и Нокер против Шторма. Классика жанра. Ну и на боте Shadow Shaman с Хаоснайтом против Бруды. При всём этом почему-то нету LGD Sentry Ward'ов. При том, что привыкли мы к тому, что ребята из Поднебесной очень чётко читают игру. И имеют Sentry Ward'ы. Хотя, лол, о чём я говорю? Вот они Sentry Ward'ы. Вот он Стан. Правда, на одну секунду нужно бы цеплять. Но нету ни левела, ни маны. У Шатана, если бы хоть чуть-чуть больше, чем на одну секунду вылетел Стан, можно было бы попытаться забрать его. Вот, каких-то пару тысячек не хватило. Но Шатан-то доволен. Почему? Он отбежал, съел деревцо, продолжает регинить свой хитпоинт, стоя в своей сеточке. Энигма в это время фармит. Кстати, топовый крипстат имеет на карте. Что касается Фёстблада, то сделан он на Фурионе. Путш с Вингой поймали момент и вышли за Фурионом. Не оставили ему никаких шансов. Так. Меня вот больше всего интересует, как будут развиваться, какова будет тенденция крипстатов на миде. Ну а пока что мы наблюдаем за тем, как прилетели, что прилетело, что прилетело. Кларите прилетели Шадоу Шаману. И посмотрите, стучат, стучат по бруде. Приблизительно понял Шатан, что в этом рейнже нельзя бегать, иначе его найдут и убьют. Теперь будут стоять вот где-то вот здесь. Смотрите, вот так и будут бегать. Тем временем Инвокер при помощи Энигмы забревает Шторма, у которого нет шестого левела. Ну а здесь в очередной раз отъезжает Фурион. 1-2 становится счет. Повели у нас Absolute Legends. Тенденция по крипам, о которой я говорил. 11 крипов у Инвокера, 12 у Шторма. В принципе, равная ситуация. Также задаюсь я таким вопросом, чего ожидают в этой игре от Пуджа, и почему он стоит на изи-лайне. И вообще, реально просто тенденции, тенденции и стратегии в мировой доте очень сильно перевернулись и видоизменились. Особенно в рамках данного турнира. Ну, за последнее время я хотел добавить фразу, но не добавил. Че тут, уже фейсбуцы летят, очевидно. Да, фейсбуцы, одно Clarity. Инвокер для того, чтобы... Нет-нет, но был какой-нибудь спелл, а может быть и два. Тем временем, Бруда на боте продолжает терпеть. Всего 4 крипа убиты у этого паренька, и очередные проблемы у Ксяуэйта, и он отъезжает. О-о-о-о! Браво! Что? Что творит Пудж? Пудж вообще красавчик. Молодец. Захотел сдохнуть просто так, и просто так сдох. Вряд ли бы его загрызли эти два несчастных пенька. Как два пенька могут выбить, там, не знаю, сколько, 70 или 80 хп у Пуджа, пеньки первого левла. Но, наверное, щит happens, поэтому в этом моменте запарился и сам Пудж, но это хороший такой себе фейл. Так вот, Силарта фармит, в отличие от Бруды. У Бруды 4 крипа, 25 у Силара на Хаус Найте. Я удивлен, что Силар играть не Силабером, это так созвучно было бы. Хотя, я думаю, увидели мы его на днях на Силабере. Ну что, Винга с Рубиком разбегаются по сторонам, будучи оба в смоке, и хотят убить они здесь инвокера. Инвокер, 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 инвокер видит проблемы, инвокер, инвокер, боже мой, какой потный инвокер. Он успел, он успел в 3 клика уйти в инвис, и его даже не застанело Винга. Это просто страх, Господни. Как можно быть такими потными? Ну, это Яу, друзья мои. Это Яу, видели мы его уже не раз. Особенно на инвокере. Часто берут ему инвокера на мид, и это часть стратегии команды LGD. Хотя, я думаю, этому пареньку без разницы, каким героем стоят Соло Миды. Посмотрите, опять цепляют Мюзику, прилетает сюда Фурион, Мюзика, Мюзика 5-го левела, Блэк Холл зачем-то от Энигмы. Это вот тоже небольшой такой себе завтык. Может быть, чтобы 100% убить, но реально не было 6-го левела у Шторма, и не знаю, зачем был завязан Блэк Холл. Но это китайская команда, которая предпочитает не совершить ошибку, одну из 100, нежели совершить одну из 100 ошибок, как говорил НС. Именно поэтому завязали на всякий случай Блэк Холл, вытягивает Пуч, Энигму, Пуш! Пуш делает этот килл, тем временем Хаос пробревает бруду на боте, я так понимаю, да. Просто там была вероятность того, что одного крипа убивают. Блик, 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 лоу ХП, лоу ХП, лоу ХП, блик, хорошо поконтролировала Энигма, чуть не убила она Пуджа эйдолонами. Так вот, я так понимаю, что Энигма в том моменте подумала, а вдруг этому парню остается один крип до шестого левела, а крипы дерутся, и вдруг сейчас умрет крип, и вдруг он такой себе оп и улетит. Ну вот, не знаю, что там, в общем, было, не важно. 4-4 счет, седьмая с копейками минуты игры у нас идет, лидирует по крипам, причем тотальнейшим образом. Команда LGD, да и вообще в этом матче LGD, конечно, номинально представляет собой лидера лидера данной встречи, потому что команда сильна, команда сильна. Команда сильна, команда приехала за победой, посмотрим, как они поедут себе в плей-оффах, но пока что здесь в группах они показывают, что умеют кое-что, и приехали не случайно на данный турнир. Также еще раз напомню, что я очень приятно удивлен тем, как поднабрали ребята из IG, которые так, так, шторм, 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 выход от Пуджа на лайн за Фурионом. Фурик отошел на такой рейн, что его здесь не достать. Хейст где-то там себе нарисовал Ксяуа. И шестой есть у шторма, понятная надежда, что за ним бы сильно не гнал с Фуриона, учитывая, что еще воткнул. Так, я хочу посмотреть, как раскачан у нас. Угу, так вот. Забавно. Замаксил шторм стяжку. Ну и что, рассыпется, судя по всему, сейчас Тауэр на миде. О-о-о-о! Попад! За ДНЛ Рубик все-таки, несмотря на Торнадо. И это предъява. Яу немного поздно бросил Торнадо. Если бы немножко раньше, то не было бы возможности у игроков команды Absolute Legends даже попытаться заденайть данный Тауэр. Но Тауэр заденай. И это был, конечно, красивый момент. Что касается Энигмы, то 900, буквально 800 даже голды нужны Энигмы для того, чтобы появился у нее Миказм, потому что Хедреска есть, Баклер есть, а 900 голды на свиток нету. Тем временем Снупи на топе в очередной раз пулит крипов. Такое ощущение, будто топ-лайн... Так, 4 стан. Стан шата на 4 секунды, но здесь очень много игроков Absolute Legends. Бруда убивает Shadow Shaman. Также, к тому же здесь еще умерла Энигма. 2 в 0. Огрызнулись. Absolute Legends. Сейчас становится 4-6. Вот так вот. Хаус шифруется здесь в лесах. И что? Летит сюда телепорт. Находь шатана под тавером. Какая четкая... Ах... Отрежает Бруда, но очень-очень четко там дождался езнул телекинес Рубик. Тут же убьют Яо. Да, умирает Инвокер. Мьюзика, мьюзика, мьюзика. Пытаются задавить Расту, Расту убили. Куча пауков грызет хаоса. И... Опа! Такой себе хук абсолютно не по кому. Не совсем рассчитал в этой ситуации Блик. Да, вы знаете, хотели поразвлекаться АЭЛы, и пока что у них это получается более чем успешно, потому что АЭЛ ведут в счете 5-8. 5-8 ведут АЭЛа. 5-8. Но я еще раз в очередной раз вам напоминаю, что с вами Матрикса. Мы смотрим The International 20-12. Второй день турнира. Конечно же, для нас это вторая ночь. Вот такие вот дела. Отправились LGD куда-то давить Тауэр на боте. Хотят заработать себе голды, но мне кажется не с этим заходом, потому что здесь куча игроков команды АЭЛ. И хук. Хук от Паджа ни по кому. ЕМП, торнадо, проблемы у Гоудота, Рубик, Рубик скорее всего здесь приедет. Рубик летит сюда телепорт. Блэкхолот Энигмы убивают сразу же еще и Вингу. 4 секунды выхватывает шторм за 4 секунды. Его просто выбривают, но Пуч вытягивает Фуриона. Это минус Фурион. 3 в 1. 3 в 1 подрались ребята хоть как-то. Тэп аут, тэп аут, тэп аут, блик. И супербыстрые китайцы не успевают ничего сделать. Но еще один хук от Пуджа. Инвокер умирает. Дабл Килл Блейк. Молодцы, молодцы. Хорошо отыгрывают. Ну вот сейчас хотят, хотят сейчас штрафануть. Пуджа, Пудж, юзайд, стики, проблемы у Энигмы. Ох, чуть-чуть не хватило. На рейндж хука и Шатан. Шатан полезет. Шатан даст тычку Энигме. Шатан даст... Ну боже мой, даже я знал, что ты не убиваешь с одной тычки и плевка эту Энигму. Что за дела? Тем временем Медас появился у Фуриона. Нормальный, нормальный относительно времени. А этим мы взглянем одним глазком на деньги, помимо, что несмотря на то, что довольно удачно дерутся АЛ, все равно практически 5000 перевес на данный момент по голде имеется у LGD. У китайской команды LGD. Что украл Рубик? Рубик украл Хекс. Прикольно. Главное теперь, чтобы хватало маны. Потому что арканбусы у этого парня нету. И... Так, 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 умрет, умрет Фурион, Фурион, Фурион на топе. Да, Фуриона разрывает прямо-таки на куски. Но все благодаря мобильности Шторма и спелам Рубика. Да, кстати, Хекс тоже был заизнен. В этом моменте довольно часто полезной должна быть инфа я считаю. Что я пытался сказать? Я пытался сказать, что если у тебя Рубик ворует спелл, ты должен сказать своей команде, какой спелл у тебя украли. Хотя бы предположить. На всякий случай. Но, опять же, не всегда это спасает. Не всегда это действует. Нельзя же зажиматься из-за появления какого-то Хикса у одного из героев вражеских. Ну и что? Ох, опять впирается Силар на 4 секунды. Рубик был умер там, наверное, из 2 секунд, но все равно неприятно. Понимаешь, что в тебя залетает почти всегда только по 4 секунды Блик, Блик, куда-то там портнулся 2 секунды Блика, Блик, Блик, Пуч, Пуч живет? Нет, не живет, Пуч, убивает Пуджа, снимает им Доминейтинг, 350 голды за него получают и дамблкил делает Силар на топе, телепорт вниз, еще один килл. Нормально так прогулялся. Тем временем здесь убили Вингу. Винга сильно зафанатела, Вингу сильно побрили. Шторм Соло пытается убить Фуриона. Шторм! Рассыпается Фуриону, Шторма есть еще Стики, Шторм везнос Стики и улетит. Оп! Но не тут-то было опытнейший Яо на рывке включает Фейсбуцы и настигает наглого Мьюзику. Тем временем Рассто в Соло такой подумал, а че, я не мужик что ли? Пойду поставлю на топе Кобра и буду бить Тауэр. Причем очень аккуратничает. Рассто с руки только сейчас начал бить. Он когда понял инфу, где приблизительно находятся оппоненты и чем они занимаются. Так, летит сюда телепорт на топ от Путге. Путге на фулл рэндж вытягивает Рассто и умирает у нас Шадоу Шаман. Но, тем не менее, Тауэр Змейки забирают. Так, здесь у нас файт тем временем произошел. Нечу с Профит отъехал. Торнадо ЕМП проблемы у Рубика. Рубика разрывает просто на мелкие кусочки, а вот Винге со Штормом удается выжить в этой ситуации. Или нет? Реалити рифт опять на 4 секунды. Боже мой, какой пертый этот хаос. Да, везет достойным, как говорится, и Силар подтверждает эту поговорку. 16 минут 14-14. Много киллов. Очень много киллов. Почти 2 киломинута, друзья. Полтора точно. Немножко поутихла наша игра. Готовы. Я констатирую тот факт, что 4 героя из 5 играющие в данный момент у LGD лидируют по крипам. Просто 4. Это реально очень много. Говорит нам о перефарме тотальнейшем. И что? Должна быть здесь драка. Шатан, Шатан, Хекс, Стан. Пудж, ни у кого не попадает Хухуком. И что? Отъедет Шатан, Шатан. Да, отъезжает Снупи. Снупи отказался. Если друг оказался вдруг, если друг не друг, каурак-атак. Короче, убили Вингу очень быстро. Она здесь что-то нагуляла. Ах, Unstoppable House Knight делает. На самом деле все настолько прогнозируемо, что аж скучно, честно признаться, потому что играют буквально тремя пиками LGD, но играют очень эффективно. 11 тысяч на 17-й минуте. Как обычно, все по плану LGD. И отправляются забирать очередной тавер LGD. На этот раз второй на ботами. Я думаю, вряд ли им кто-то что-то сможет противопоставить. House Knight забирает этот тавер. Куча просто бабла. И у Хаоса, и у меня появилась гениальная идея запаузить игру пацанам, чтобы они не расслаблялись. Мы этого не будем делать. Так, 8600 House Knight по личному зачету. При том, что 5500 самый большой личный закуп у Аэлов. Энигма получает свой даггер. И теперь будет только веселее. Главное, чтобы сейчас LGD пошли, дожали. Они фармили еще 12 минут в надежде на то, что вдруг совершим ошибку. Вытягивает на фулл-рэндж. Пуч какая как играет Яо, как играет Яо, но недостаточно его быстрых рук и хорошей реакции для того, чтобы спастись от трех героев. Да, дела, дела. Что я могу сказать, дорогие друзья? Конечно, последние два дня проходят под тотальным доминированием китайских команд. Просто сносят они всех и вся на своем пути, и не только китайских, в принципе, азиатских. Так, тут вот просветили в надежде найти бруду, но брудой здесь даже и не пахнет. Прикол. Перетяжка от LGD на топ. В надежде что-нибудь полезное замутить. Напоминаю еще раз. 17-16, 20-ая минута игры. LGD и Айлы, хоть и делают свои фраги в основном на халяву при помощи пуджа, но по голде вот такая вот ситуация интересная у нас. 13 с копейками тысяч отставания. Довольно серьезно. По 105 криповый у них мы ухаус на 20 минут соответственно. Молодцы ребята. очень серьезно действуют. Кстати, хаос в этой игре решил не выделываться, собрать БКБ. Варьируется все же иногда у китайцев в айтем билд в зависимости от вражеских героев. Опасный хук от пуджа никого не вытянул. И этот заход на хэграунд от LGD решили никому в этот раз пошли на 21 минуте драться. Хаос там уже потерял свои иллюзии, но у него будто еще реген напомнил. Стоят здесь варды. Стоят варды кобры. Такая перепалка у нас происходит. Инвокер забирает тавер Т3. Ребята решили отойти. Ну, не хотят. Не хотят почему-то драться. Кстати, 2000 голды отделяет инвокера от заветного скайса, именуемого как Хекс. Некогда. Мало того, Фурион находится почти в таком же статусе, но ему надо немножко больше. Ему нужно, хотя, в принципе, те же 2000 голды нужно, как инвокеру. Или меньше. Ладно, мне лень читать, честно признаться. Еще раз напоминаю, что это предпоследняя моя игра на сегодня, которую я комментирую. Это не игра, а матч. Четыре игры я счет комментирую. Это одна из этих четырех. Вторая игра будет ответная в противостоянии Absolute Legends и LGD. Ну и уже последней игрой, которая закроет сегодняшний игровой день для меня, станет матч, если бы я знал, какой сказал бы. Ха-ха, лол. Ну я думаю, те, кому сильно хочется знать, какой матч буду комментировать последний, могут найти информацию где-нибудь в паблике у Вилата, потому что у него она там где-то была, очевидно. Ну что, что планируют делать Absolute Legends? Я не знаю, но они трутся вместе, они, простите, они готовы подраться, но насколько удачно они могут подраться со своими айтемами, я честно говоря, не представляю. Ну а LGD понимают, что нужно двигаться дальше, тянуть не хочется и отправляются опять драться, опять по миду, забавно. Ну давайте, LGD, давайте, не будем тупить, не будем бояться, нападем, нормально, подеремся, влетает Торнадо, ЕМП, в двоих героев команда АЛ, сразу реалити рифткингу, три станд секунда, БКБ юзает у нас Силар, убивают одного, никого больше не убивают, умрет сейчас Рубик, даблкил, монстркил, Силар, триплкил, год лайк, как в сказке, как в сказке, но вот сейчас Силар понял, что был не совсем прав уворачиваться от хука Пуджа, я-то думаю, зачем играют в пабликах против Пуджа и с Пуджом, а для того, чтобы в таких играх не проигрывать Пуджу, да, это минус мета Absolute Legends, всего лишь с двумя минусами, Апача, вот это прикол, нашли у Билливард, вражеской командой сейчас LGD при помощи гемо-енигмы. 20 на 16, счет 24 минуты игры с копейками уплыло, по голде сплошная прямая вверх, дофигища просто разница, больше пятнашки, 16-17, где-то тысяч на глаз, 14 тысяч эксп, и LGD все равно не спешат. Они, конечно, чувствуют свое доминирование, посмотрите, куда влетают DD, убьют его здесь, покарают, забирают GM, это было сильно самоуверенно, но хаос, БКБ, хаос, хочет драться, хаос, 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 четко его там приняли, растерялась Enigma, посмотрите, теряют одного LGD, понимают, что, ну, его в пень драться не будем, испытывать судьбу, испытывать айтемы на прочность, испытывать все остальное, тупо пойдем, развернемся и все, тем более у нас пушит топ-фурион, да, да, а у вот этого Ксяо Эйта, капитана команды LGD, да, кстати, подрезали сейчас раст, он что-то загулял, здесь Shadow Shaman, странно, LGD допускает ряд ошибок, давно я не видел ошибок от этой команды, так вот, вот этот парень Ксяо Эйт, капитан команды, единственный, кто может позволить себе официально фейлить в команде LGD, как капитан, о нем забыли на немножко, и у него есть не только Хекс на 25-м минуте, но и тысяча голды, то есть довольно быстро у него появились айтемы, а здесь нашли Силара, и неужели Силару сбьют Годлайк, сбивают Годлайк Силару, давят Ксяо Эйта, Ксяо Эйт пришел непонятно куда, и стоит отметить тот факт, что Блэк Холл всего лишь в одного, но тут как тут Яо, и готовы драться, ребята, очень быстро все это было сделано, кстати, Силар-то выкупился, на развороте поняли, что нужно давить, ну и два хороших телепорта от АЭЛ, ну что я могу сказать, могу сказать, что АЭЛ молодцы, очень четко огрызнулись в этой ситуации, убежали, не только хорошо огрызнулись в этой ситуации, но в принципе, АЭЛы довольно неплохо собрано играют, делают свои фраги, которые им так нужны, но с другой стороны, тотально проиграют по голде и в принципе по макро на карте, но еще у них нет мида, но так в принципе, да, они круто играют, место высадки, место посадки вертолета, я все ожидаю, когда мы уже видим от команды Даррар тренированного вертолета, который должен у них появиться, очень надеюсь, что это произойдет в плей-оффе, ну и здесь куда-то собрались драться, LGD, LGD не, оу, еще инвокераскайс появляется, ну все, два хекса есть, у LGD можно драться, ставится с интрави вард, Путги, 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 вытягиваете Лара, сразу же БКБшка в ответку, ничего невозможно сделать, здесь только на руку команде ЛЖД было, что вытянули главного керри, дерутся изо всех сил, мансят, мансят, череда разменного байбэка от Пуджа, убивают троих, четверых, пятерых убили, но Путж сделал байбэк, и Путж понимает, что лучше байбэк бы он не делал, потому что Путж здесь вряд ли что-то сможет, ну да, он сейчас прицелится, там стрельнет кого-то в этого силара, но это минус вторая сторона, это те самые LGD, которых я давно не видел, буквально пол игры, посмотрите, перетяжка от LGD на то, понятно, что будут, они убивают третью сторону, но даже и без этого, Absolute Legends пишет Good Game, и игра достается LGD, копилка LGD, счет 1-0, и это значит, что это значит, что сейчас начнется игра под номером 2, Браво LGD, не изменяет своим традициям, и четко отыгрывает свою очередную игру практически без ошибок, не считая мелких отдач, и прочих деталей, stairsken, выгрипп AAAC, неer questão, не особо, плядя, 4-5-й, 3-5-й, 5-й, 6-й, 5-й, 5-й, 6-й, 7-й,